Иран, Мухаммед Реза Арифу. Пожалуйста, господин вице-президент. Премьер-министр Армении, господин Апашиняна и армянский народ за достойную организацию данного мероприятия. Также должен выразить глубокое удовлетворение и благодарность за возможность выступить перед вами. Уважаемые дамы и господа, к сожалению, за прошедший год мир стал свидетелем страшных преступлений израильского режима против ни в чем не повинных людей. В России сложно передать словами урастающие преступления этого режима и зверства, устроенные им в отношении беззащитных женщин и детей в Ливане. Даже не могу представить, сколько зданий будет разрушено в Ливане со всеми этими людьми в те минуты, пока я произношу эту речь. Сожалеем о том, что неспособность международного сообщества установить режим прекращения огня и прекратить убийство в Газе привело к расширению преступления этого режима в регионе. Израильские власти показали, что не соблюдают ни одно из положений международного права и нарушили всем минимальное обязательство в области прав человека. Продолжение данного процесса неприемлемо для Ирана. Необходимо, чтобы международное сообщество как можно скорее предприняло серьезные меры и продемонстрировало реакцию на эти события. Уважаемые дамы и господа, Иран всегда подтверждал, что является партнером, заслуживающим доверия в регионе и стремится к употреблению отношений в политике и в особенности в экономике на двусторонней и многосторонней основе. Убеждены, что устойчивое развитие экономики осуществимо через углубление конструктивного сотрудничества между странами и регионами и между структурами, такими как ИАЭС, ИАЭС, который играет определяющую роль в реализации этого сотрудничества. ИАЭС, который отмечает 10-летний юбилей со временем основания, является собой важной инициативой по использованию существующего в регионе потенциала для устойчивого экономического сотрудничества. Наличие совокупного ВВП на уровне 2,4 трлн долларов и внешней торговли на уровне 800 млрд долларов в год вместе с прогрессивной тарифной структурой внутри Союза создает благоприятные предпосылки для появления мощного экономического блока государства на международном уровне. Следует внимательно заниматься сферами, в которых участники ИАЭС могут дополнять друг друга там, где это необходимо, и создавать дополнительные цепочки стоимости в различных областях, от сельского хозяйства до промышленного производства. Имея потенциал торговли с участниками Союза на уровне 80 млрд долларов и обладая значительными запасами нефти и газа, преимущества транзита и возможности в области технологии и инженерии, а также человеческими ресурсами, Иран готов играть более серьезную роль в ИАЭС. В этой связи надеемся, что будут созданы предпосылки для наделения, как можно скорее, Ирана статусом наблюдателя при ИАЭС. Надеемся, что как можно быстрее этот процесс будет завершен и надеемся на поддержку стран-членов. Уважаемые дамы и господа, хотелось бы также особо отметить значение МДК Северю в качестве одного из важнейших элементов сотрудничества между Ираном и государственными членами ИАЭС. ИАЭС может использовать логистический потенциал Ирана для выхода на обширные рынки в Ферсидском заливе, Южной и Юго-Восточной Азии. Иран приветствует настрой государственных членов использовать потенциал этого региона, нацелены на дальнейшее расширение его возможностей через сотрудничество со странами ИАЭС. Убеждены, что иранские порты в Ферсидском заливе и Аманское море могут стать основными площадками для осуществления торговли в рамках ИАЭС с другими странами. Южно-иранские порты могут переваливать до 210 миллионов тонн грузов в год, и эта цифра продолжает расти. Иран готов во взаимодействии с государственными членами создавать торгово-логистические центры и предоставлять специальные льготы на развитие своих южных и северных портов. Уважаемые дамы и господа, мировая экономика всегда была областью сотрудничества и обмена между всеми игроками и странами. Вместе с тем, США используют контроль над рынками, финансовыми, торговыми и экономическими механизмами мировой экономики в качестве средства продвижения политических и геополитических целей. К сожалению, сегодня международные механизмы, которые создавались для содействия развития торговли и экономического сотрудничества на международном уровне, превратились в средства навязывания воли и односторонних требований со стороны США. Исламская республика с самого момента своего возникновения стала жертвой дискриминационной политики американцев. К сожалению, последние изменения и расширение санкций оказывают свое влияние и на ЕС, и стало враждебным оружием против эконом-операторов в различных странах этого региона. Превращение экономики в оружие на международной арене делает экономическую интеграцию между независимыми, развивающимися государствами, такими как страны ЕС, не опции, а естественной потребностью. Стратегия тесного сотрудничества между независимыми государствами может нейтрализовать эту политику. Убеждены, что ЕС также является примером такого равноправного тесного сотрудничества независимых государств. В этой связи нам кажется важным развитие механизмов экономического сотрудничества ЕС в различных сферах, включая финансовое и банковское взаимодействие, транспортную инфраструктуру. Эти темы должны войти в повестку дня ЕС. Кроме того, расширение географии ЕС будет способствовать укреплению места и экономической роли, что соответствует утвержденным перспективным планам развития Союза до 2045 года. Уважаемые дамы и господа, Иран сделал первый шаг в направлении укрепления сотрудничества ЕС, подписав соглашение о свободной торговле в прошлом году. Мы ожидаем, что это будет способствовать развитию торгового сотрудничества со сторонами ЕС. Следующий шаг – заявка на получение членства в качестве наблюдателя при ЕС. Это будет способствовать дальнейшему укреплению связи между Ираном и членами ЕС. Поскольку, как было сказано выше, мы готовы к развитию всех механизмов сотрудничества с ЕС и играть более значимую роль в использовании собственного потенциала для реализации этих задач. Области сотрудничества многочисленные, которые у нас есть, и потенциал инфраструктурный, использование всего этого потенциала будет помогать развивать сотрудничество. Экономика инноваций и количества научных центров в Иране. Наличие научного технологического потенциала будет позволять расширять взаимодействие в этих сферах. Иран конкурентоспособен в этих сферах на мировом уровне. Это можно использовать. Уважаемые дамы и господа, Иран будет стараться развивать сотрудничество с другими странами на основе взаимного уважения и противодействуя односторонним мерам внешних игроков. Мы готовы к сотрудничеству с развивающими эстрадами. В заключении выражаю надежду на то, что ИАЭС будет достигать собственных целей через большие вовлеченные всех стран в работу этого объединения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok